Степная быль Как воды медленного дона Текла простая жизнь станиц Весну встречали в поле Сея, скотину выгнав Из базов, под Пасху Ждали иерея К лампадам темных образов Косили в зной Возили кони снопы на шумное гумно Желтеть червонца На попоне лежало новое зерно Зимой же спали Песни пели Деды, хваля минувший век Хлебали в завар И с хлебом ели Арбузный мед, густой нардек С незапамятных времен На месте современного хутора Топилин Кипела жизнь С древних времен На просторах сальских степей Властали кочевники Скифы, гунны, хазары, авары Турки, сменяя друг друга Поили своих коней Водами реки Сал Старинный казачий хутор Топилин На реке Сал Он и 200 лет назад так назывался Относился сначала к станице Бабской Впоследствии к Константиновской Со второй половины 19 века К станице Золотовской Это был край вечной войны Здесь мира не было никогда Редкие перемирия использовались Для подготовки к новой войне Здесь выживал сильнейший Слабый погибал Или попадал в пустылую неволю Свидетелями тех эпох Остались многочисленные курганы Вокруг хутора Пять из них Объявлены памятниками археологии И охраняются государством На протяжении первой половины 19 века Хутор упоминается под разными названиями В источниках он упоминается Как Сальский, Тополевский, Топилинский, Топилин Возможно, название произошло От казачьего и дворянского рода Топилиных Есть еще версия, что название произошло От Топилинской балки Которую весной затапливали талые воды реки Сал В середине 13 века Монголо-татары утвердились в этих землях Они безраздельно охозяйничали На огромных просторах дикого поля Вплоть до появления казаков В конце 14 века Кровавая борьба за право владеть Царскими степями Продолжалась между казаками и татарами Вплоть до 80-х годов 18 века В 1782 году Суворов вместе с донским атаманом Иловайским И союзными калмыками Разгромили нагайских татар на реке Кубани Тем самым позволив начать казакам заселять левый берег дом Первыми жителями хутера, скорее всего, были выходцы из станицы Бабской Косвенным подтверждением этого является то обстоятельство Что топилинцы долгое время были прихожанами Покровской церкви Главным богатством хутора топилин всегда оставались его люди Первым известным жителем хутора был лихой Харунжи Тарас Емельянович Топилин Уроженец станицы Бабской Который перебрался в хутор в начале 19 века Тарас Емельянович участвовал в русско-турецкой войне 1806-12 годов В отечественной войне и заграничных походах Где получил знак отличия ордена Святого Георгия IV степени После недолгого пребывания после Отечественной войны дома Вновь он на коне, на войне В 1826 году воюет с персами За подвиги, совершенные в этой войне Он был произведен в офицерский чин Потомственное дворянство И получил орден Святой Анны Он умер и похоронен на старом кладбище хутора Его многочисленные потомки Продолжили славное дело своего отца Своего пращура Его сын Стефан Тарасович За подвиги, совершенные на Кавказской войне Также был произведен в офицеры И награжден орденом Святого Георгия Согласно данных метрических книг Покровской церкви Кроме Топилиных, первыми жителями хутора Были казаки Масловы, Тарелкина, Поповы и Калмыковы Вплоть до революции и гражданской войны Население хутора росло Как за счет высокой рождаемости Так и за счет переселения казаков Из соседних станиц и хуторов В Топилин перебирались казаки из станиц Золотовской, Нижнекундрючинской, Кочетковской, Семейкаракорской и многих других Топилин основан в период с 1800 по 1819 годы Точный год основания пока неизвестен Первые письменные упоминания о хуторе можно встретить в трудах Сухорукова Статическое описание земли донских казаков Составленное в 1822-32 годах Казаков манили плодородные земли, заливные луга, река Сал Где в огромном изобилии водилась рыба Часть казаков за ратные подвиги получили дворянство Как потомственное, так и личное Дворянами были Топилины, Тарелкины, Поповы, Антоновы, Бекодоровы, Еремеевы, Малакановы Говоря о дворянах представляются барские усадьбы, балы, легкая и безмятежная жизнь Но Топилинские представители высшего сословия Российской империи мало отличались от простых казаков Также работали в поле от зари до зари, пасли скот, растили детей без нянек и дворецких Казаки по положению о войске Донском 1835 года являлись военнослужащим сословием Российской империи Основой экономики хутора во все времена было сельское хозяйство По положению о войске Донском, каждому казаку мужского пола полагалось 30 десятин земли на пай Пай делился на три составные части Первая отводилась под хлебопашество, вторая под скотоводство, а третья под сенокос Продукты животноводства продавались на ближайшей ярмарке в Слободе Большая Орловка Некоторые ездили сбывать товар в окружную станицу Константиновскую, где цены были выше Значительную роль играло рыболовство Река Сал являлась войсковой собственностью Рыбные ресурсы охранялись с особой тщательностью Вылов осуществлялся по особым квотам Некоторые казачьи семьи брали участки реки в откуп у войска Донского Изначально в Топилине была одна улица, которая располагалась по берегу реки Сал На ней было 13 домов Первыми поселенцами были казаки Иногородние появились лишь к середине 19 века И то были немногочисленными Помимо русскоязычных казаков, в Топилине проживали казаки Калмыки и Бузова Со времени своего появления на исторической арене Донские казаки всегда находились во враждебном окружении Казаки были вольными сынами бескрайних донских степей Края Вечной войны А как известно, здесь выживал сильнейший Мы находимся на территории старого кладбища хутора Топилин Когда оно основано, точно неизвестно Первое захоронение документально датируется 1850 годом Проходили захоронения до 1932 года Когда в хуторе, как и всей нашей области, был массовый голод Места стало слишком много И хуторяне стали хоронить своих умерших родственников на новом кладбище хутора Значит, на более чем 70, даже на 80 лет кладбище пришло в забвение Надгробные плиты расхитили, как и камни Вот остались только два этих кургана Символы проходящей эпохи Остался лишь один памятник у нас за моей спиной Вот, это он был привезен сюда с подворья С одного из подворьев Установлен вновь, пока фамилию мы не разобрали Кто там похоронен, но работы ведутся Значит, в 2018 году группой единомышленников Вот во главе с Владимиром Николаевичем Жигалкиным Вот Было принято решение увековечить это место Спасти его от хозяйственной деятельности Вот, были собраны средства И установлено несколько Скажем так, мемориальный комплекс был установлен По долгу службы я встретилась с Дорофеевой, с писательницей Она приходила в школу, работала директором школы Ну и прихожу домой, приношу новости, рассказываю ему что-то Вот Дорофеева приезжала Вот подарила книгу Топеленцеву Принеси, я принесла Он почитал ее Почитал, почитал Смотрю, она у нее уже настольная книга Лежит и книга туда-сюда перечитывает по сто раз Вот где фотографии Косаков Там это, вот он засматривается Особенно на старые снимки Ольга Петровна дала начало толчок ему Вот он по этой книге Потом она говорит, вот Рязанов Валера там Потомок же этого Казакаш Вот у него там дед на старом кладбище Он говорит, а что за кладбище? Ну я слышала, что там кладбище Просто слышали, да и все Владимир Николаевич ему предложил, что надо какой-то памятный знак Чтобы не запахали Чтобы было, ну надо как-то возродить память Молодое поколение вообще ни о чем и никак Надо же как-то традиции вернуть, чтобы помнить Что такое казачество Хоть и говорят, казачество там в школе, казачьи школы Ну просто как для пиара это, больше ничего То есть вы прошли по хатам здесь, по хутору И собрали кто сколько может Ну сначала прошел покоренный Потом кто желает А потом кто услышал, захотел И вот так получилось 89 человек А я у него спрашиваю, а зачем ты это делаешь? Ведь ты же не местный Все, да? А он говорит, а там кладбище пропадает Кости видно уже Надо спасать Камень поставили, трубу, эту плиту Выпросил у мужика, у фермера обломанную Потом все это залили Русских некого было найти, кроме кума Вот Вовка однорукий, Игнатенко Пацан после Чечни с одной рукой Вот это помощники были И он сам И каждый день он там То с тяпкой, то с лопатой Потом же атаман же купил крест Молодой, ну как атаман, который заступил И старые скинулись и купили крест на втором холме Привезли Наймите кого-то Кого ты наймешь? Спасибо, турчата помогали Плету ставить Турчата помогали Можешь писать? Мусульмане пришли и помогали Был открыт этот памятник 4 ноября Это не случайная дата В Топилене была церковь Казанской иконы Божьей Матери Это престольный праздник кутора Церковь была также разрушена В 1926 году Но топиленцы помнили о том, что 4 ноября это престольный праздник Долгое время собирались В Орловку ходили в соседнюю Слободу Здесь по домам проводили литургии В последнее время это практически не проводилось И вот было решено восстановить историческую справедливость Этот мемориал был освящен Возрожден обычай посажения на коня юных казаков Вот на поляне рядом с погостом Это вообще древняя традиция Рядом с местами упокоения предков Казаки издавна проводили соревнования, скачки Затем это все заканчивалось братской трапезой И в этом году мы также намерены продолжить проводить это мероприятие Как и последующие годы Чтобы не погасла свеча памяти о наших предках Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok